Здравствуйте! Мастер Ижин Сава, расскажите, пожалуйста, про энергосистему с точки зрения даонских практик. Энергию мы не видим, это не кровь, но энергосистема существует, и мы её ощущаем, мы её слышим. Что нужно знать для начала? Существуют центры энергетические, они называются Даньемы. Существуют три основных Даньема, как и из Руала, нижний, средний и верхний Даньем. Существуют Даньемы в области ладони и в области ступни, и таким образом получается, что семь энергетических центров. Ладони раз, два, ступни три, четыре, пять, шесть, семь. Семь энергетических центров. Существует понятие передний и задний и середины меридиана. Позвоночника идёт передний и середины вдоль центральной линии. Это такой большой круг, как река, по которой течёт энергия. И энергию мы забираем в этот круг с нижнего Даньем. Нижний Даньем – это как резервуал, камера хранения, в котором хранится наша запаса энергии. Они берутся вдоль задней середины меридиана, поднимаются вверх и спускаются вдоль центральной линии. Потом опять захватывается энергия, опять уберется. Это так образно, примитивно, чтобы как-то познакомить людей с этим. От задней середины меридиана отходят как бы реки, которые питают наши внутренние органы. Как почки, печень, желудок. Если энергосистема каким-то образом сбита, разрушена или смещена, то энергию мы не получаем внутренним органом. И из-за этого получается проблема с работой внутреннего органа. Как происходит нарушение энергосистемы? Чаще всего это психоэмоциональное состояние. Стрессы, нервы, скандалы смещают наши тонкие тела. И благодаря этому смещается работа энергосистемы. Существует упражнение, которое можно восстановить работу энергосистемы. Или мастер может просто руками восстановить энергосистему студента для того, чтобы быстро решить этот вопрос. Это все зависит уже от ситуации. Откуда мы получаем энергию? Энергию мы получаем через ладони, через ступни. В центре ладошки у нас есть как бы ворота энергетические, через которых мы вдыхаем энергию. И она поступает у нас в нижний банден. Выдыхаем, отработанную энергию, она уходит через пальцы. То есть, через центр ладошки она уходит, через пальцы выходит. Каждый палец связан с каким-то органом. Есть органы И, есть органы Я. Каждый палец связан с работой какой-то энергосистемы. Таким образом, по ощущениям на пальцах в виде покалывания, холода, тепла, можно понимать работу жизненно важных органов. Мастера могут по пульсу определить работу жизненно важных органов. У нас на занятиях есть специальные упражнения, которые восстанавливают работу энергосистемы. Чтобы мы получали энергию через центр ладони и отработанную энергию выпускали. Если у человека плоскостойный, это уже проблема. То есть, человек не берет энергию через ступни, не получает энергию с Земли. Таким образом, для знакомства с этим вопросом, для первого урока, вы должны понимать, что существует центр, через который мы получаем и отдаем энергию. Получается, что есть круговорот энергии внутри себя. Есть резервуары, которые сохраняют эту энергию как запасники. И потом идет уже углубление. То есть, уже как вводить эту энергию, как управлять эту энергию, для чего ее использовать, как ее выводить, заводить. То есть, это уже уроки. То есть, кроме этих центров, есть ли еще запасы, где она хранится, как ее там хранить, для чего хранить, выпускать ли энергию из своего тела, как выпускать, зачем выпускать, лечить ли энергию, забирать, отдавать людям. Это все уроки, которые на занятиях объясняются. То есть, если, например, вы заболели, мастер может просто руками полечить вас касанием или акапультурные точки воздействия на них. То есть, работа с энергией системы – это одна из основных целей и задач, которые обучаются на занятиях поуче. Кунг-фу – это более жесткая техника. Это больше работа с мышечным кассетом. Это больше понимание пяти элементов, как практики боевых искусств. А вот работа с энергосистемой – это работа уже в классах лучи и тай-чья. Нижний днаген символизирует энергию воды. Средний днаген символизирует энергию огня. Энергия воды – это энергия мудрости. Энергия огня – это энергия эмоций. Если человек много ест мяса, то это энергия огня. То есть, он более взрывной, вспыльчивый, агрессивный. Если человек занимается дыхательными практиками, духовными практиками, то это энергия мудрости. Важно, чтобы эти два центра были в балансе. Мудрость и эмоции находились в балансе. Золотая середина. Одна из основных задач – этих два центра совместить и менять местами. Мудрость и эмоции должны быть в балансе. Эти два центра должны быть как одно целое. То есть, мы мягко сейчас перешли к тому, что энергосистема завязана с питанием, с дыханием и с гимнастикой. То есть, используя гимнастику, мы открываем каналы и центры, через которые мы получаем энергию. Дыхание – это локомотив, который энергию тянет. То есть, если мы говорим о том, что вагоны – это гимнастика, то подсоединительный локомотив, который тянет в вагоны – это дыхание. А куда тянет – это центры энергетические. Они управляются сознанием. То есть, сознание контролирует вот эти два центра – мудрость и эмоции. Задача с помощью техники дыхательной, техники гимнастики. И правильного питания, использования воды, заклимонизировать эти два центра. Потому что вот этот центр – это центр питания, это центр дыхания. Эти центры мы за счет гимнастики открываем. И если у нас сознание в балансе, то есть оно, как мы говорили на одной лекции, у него нет глюков, то есть он занимается своими вопросами, о неконтрольном работе почки, печени, желудка, то он контролирует именно центры энергетические. То есть мы возвращаемся к тому вопросу, чем занимается сознание, мозг. Задача мозга – контролировать два энергетических центра, держать их в балансе – дыхание и питание. Если энергии у нас внутри достаточно, то все остальные органы работают хорошо. А уже внутренние органы или части тела, они имеют свой внутренний мозг, который контролирует их работу. А вот Вы упомянули про мясо. Значит ли это, что мясо есть нельзя? Нет, почему нельзя? Можно, только нужно знать, сколько баланс. То есть нужно понимать, сколько это есть. То есть не надо, например, на завтра обед ужин, на завтра курица, на обед семена, на ужин говядина. Но это перебор просто. Конечно, все должно быть гармонизировано, сбалансировано. Мы про питание будем говорить отдельно. Мясо есть можно. Не нужно думать, что если Вы занимаетесь внутренними практиками, духовными практиками и еще что-то, то Вы, значит, должны быть вегетарианцы. Это уже, ну это мое мнение, это уже личное желание человека. То есть я уважаю людей, которые говорят, что я вегетарианец, и я считаю, это его право. Он решил, так считает нужным, ему так нужно. Он сейчас находится на этом пути. Может через 5, через 10, 20 лет он его изменит и будет по-другому думать. Не нужно человека сбивать с пути. Это его дал. Он решил, пусть он идет этим путем. Это его урок. Я имею свой урок, я его транслирую в свой урок. Я тоже когда-то там мясо не ел. Если у меня, например, пост, я не ел. Но не есть мясо вообще, я считаю это неправильно. Мы люди, и мы должны какое-то количество мяса есть. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. До свидания.